Приветствую вас, пока что я увидел, вот то, что я увидел, исходя из вашего текста, это то, что для вас, вот, подобная система, да, система, ну, рейтингов, система оценки, она является каким-то краеугольным камнем, то есть вы считаете, что, ну, должны ей соответствовать. Это может быть и так, это может быть так и есть, может быть, но нужно понимать, что главное все же не это. Нужно понимать, что главное все же именно то, что вы делаете, главное то, чем вы занимаетесь, главное то, почему вы пришли сюда, в эту сферу и что вам в этой сфере нравится, это первое. Следующее, на что нужно обратить свое внимание, это на ответственность, то есть, за что ответственны вы, конкретно вы и только вы, и за что ответственны другие люди. То есть, понятно, что вам нужно пробовать, понятно, что вы хотите это делать, понятно, что вам это интересно, это все понятно, безусловно, но, но вы не можете отвечать за все. И тут нужно понимать, для чего созданы, для чего есть рейтинги, для чего есть вот эта вот, ну, знаете, система, да, система рейтингов. Для чего создана, для чего создана вообще, с какой целью, вот. Она создана с целью именно такой, чтобы люди, заметьте, именно люди, чтобы люди приносили прибыль, значит, компании, да, чтобы люди были полезны, чтобы люди давали то, что нужно, вот. Понимаете, понимаете, какая тонкость? А что нужно? А нужно только одно. Нужно только одно, нужен только результат. Это то, что волнует, значит, специалистов. Это то, что касается только выгоды. И все. Не более того. Поэтому воспринимать то, что происходит, нужно с этой позиции, что рейтинги преследуют цель манипулировать вами. Ну, может быть, прямо уж, может быть, прямо уж, и не совсем, а может быть, вами, да, но манипулировать точно, вот, это нормально, абсолютно. И либо вы принимаете такой, можно сказать, бесчеловечный подход к работе, да, либо нет. Вот и все. Ага, вариантов, по сути, больше нет. К сожалению, к сожалению, вариантов, по сути, больше нет. Только, только, только так. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вам нужно исходить, опять же, из своих способностей. Правильно сказал моя коллега Оксана. Вот. Исходить нужно именно из ваших способностей. Вот как у вас способности есть, так и их оценивать адекватно. Да? Хорошо. То есть, вы сможете психологически выдерживать то, что происходит, только в том случае, если будете, во-первых, стремиться исключительно к тому, что вам нужно. И если будете адекватно, скажем так, расслабляться. Да? Вот. И все. Во всех остальных случаях, я боюсь, вам будет очень тяжело. Вот. Дальше. Немаловажный факт представляет из себя то, что вы сможете постоянно удерживать свое положение только при условиях совершенствования себя, как профессионал в этом, ну, в этой сфере. Вот. То есть, иными словами, иными словами, если вы не работаете ради работы, если вам не нравится продавать, если вы не испытываете от этого удовольствия. Да? Вот. Эм, то, соответственно, вам лучше этим не заниматься. Вот. Потому что в противном случае вы будете выгораживать эм, эм, эмоционально. Вот. Опять же, о чем правильно сказала вам моя коллега. Вот. То есть, подумайте, просто подумайте, эм, что нужно, вот, что нужно для того, да, что нужно для того, эм, чтобы, эм, значит, эм, удерживать свою позицию. Вот. Просто вот что нужно для того, чтобы быть эм, эм, все время, грубо говоря, да, на высоте. Вот. И готовы ли вы, готовы ли вы делать эм, что-то для этого? Если да, то что именно, что именно, что именно вы готовы, готовы для этого делать? Если готовы. Если нет, то, эм, каковы тогда, эм, причины того, что вы, эм, вот, собственно, ну, работаете, эм, там, где, эм, работаете. Да? Вот. То есть, ну, это же лог, логично, логично, совершенно, что если вы не готовы, например, эм, совершенствоваться, да, если вы не готовы, эм, отвечать, эм, тем требованиям, которые есть. То есть, а требованиям, они могут быть, эм, плохими, могут быть хорошими, но, если вы, эм, работаете там, где работаете, то эти, эти, эм, требованиям, их нужно, эм, значит, эм, значит, эм, ну, им нужно соответствовать в любом случае. Вот. Так или иначе, им нужно, эм, им нужно соответствовать, потому что по-другому не получится. Вот. Вот. И тут, эм, вся тонкость, тонкость именно в этом, готовы ли вы или нет, понимаете, какая ссора. Вот. Я думаю, что, эм, я думаю, что именно так можно вам, эм, ответить на ваш вопрос. И, и, я думаю, я думаю, я думаю, что если вы сами для себя, э, решите, вот, если вы, э, сами для себя определите, э, что привело вас, э, э, в это место, вот, что привело вас в это место работать, да? Вот. Вот. То, я думаю, что, эм, вам будет, эм, ну, гораздо, э, легче и проще ориентироваться в том, что делать дальше. Вот. Я думаю, так. А, на этом всё, в принципе. Э, э, я надеюсь, что мой ответ был полезен для вас, надеюсь, что вы извлекли что-то новое. Э, вот, э, вполне возможно, что дело здесь связано и не с работой дальше, а, например, э, с тем, что вы, может, может быть, э, не уверены в себе, например, или, может быть, э, что-то ещё, вот, но это, опять же, нужно выяснять, да? Потому что, э, э, по-другому, э, по-другому никак, по-другому никак, по-другому вам, э, не помочь и никак, э, по-другому, э, собственно, э, не узнать, э, э, что именно с вами происходит. Вот. Вот. Поэтому, э, если вы заинтересованы, э, э, в том, чтобы, э, решить свою проблему и, самое, наверное, главное, чтобы удержать, э, э, удержаться, э, э, вот, там, где вы работаете, э, вот. Я думаю, что, если вы этого хотите, то вам нужно обязательно пару консультаций у психологов взять, вот, потому что, чтобы хотя бы, хотя бы увидеть, э, э, вашу проблематику, вот, именно вашу, чисто вашу, то есть, э, связанную не с работой, да, вот, как, как вы, ну, вот, как сейчас вы, вы, э, значит, э, пишите, а именно с вами. Именно с вами и с тем, что делаете вы, и с тем, как вы делаете. Вот. Понимаете? Потому что, опять же, опять же, как, э, э, правильно вам сказала моя коллега, э, работа в продажах либо идет от души, то есть, человеку, человеку, э, нравится это делать. Вот. Либо, э, либо не идет вообще. Вот. Других вариантов просто нет. Поэтому определитесь с этим, определитесь для себя, э, с этими аспектами. И тогда, 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 тогда уже можно будет, э, с вами работать. Вот. Вы, э, задаете вопрос, да, как, э, что вы спрашиваете, э, как психологически выдерживать постоянные соревнования? Э, э, относиться к этому не как, не как к соревнованиям, по сути. То есть, э, соревнования это только для вас. Вот. Потому что, как бы вы, вы сами, э, позволили, вы сами позволили, э, этому стать для себя соревнованием, соревнованием, точнее. Вот. А вот почему, э, вы позволили, э, э, для себя, э, стать, э, стать, э, соревнованием, то, что происходит. Это уже вопрос. И, как правило, как правило, это, э, э, упирается в то, что человек пытается, именно пытается доказать кому-то, кому-то что-то. Человек пытается доказать, что он, там, первый, что он, там, какой-то единственный, что он незаменимый, что он уникальный и так далее. То есть, по сути, по сути, по сути, это, э, это всё сомнение в себе, по сути. Вот. Ну, и, э, понятно, что, что вопрос, вопрос здесь, он, э, э, скорее, э, скорее, э, к вам, да. Насколько вы уверены в себе и уверены ли, вот. Э, 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 знаете, потому что, если, грубо говоря, э, если продажа, это ваше, да, ну, просто если продажа, это ваше. Если вам нравится продавать, например, то вы, э, просто занимаетесь, э, своим делом, да, и всё, по сути. А так вот, исходя из того, что, э, вы пишете, я могу предположить, что, что, замешана здесь не, не только, э, не только работа, работа, но и что-то, что-то ещё. И вот именно это самое, что-то ещё, оно и не позволяет вам выдерживаться соревнованию. Потому что соревнование нужно выдерживать, выдерживать, э, э, не соревнуясь, а делая, делая, э, то, что ты умеешь, то, что у тебя хорошо получается, э, идеально, по сути. Вот. Вот тогда, тогда, э, тогда все, все соревнования будут вашими. По крайней мере, по крайней мере, э, вы будете занимать то место, э, э, в, значит, значит, ну, соревнования, которое, которого вы достойны, которого вы заслуживаете, понимаете. Не больше, не больше и не меньше, не меньше, вот. И у вас не будет, не будет, э, переживаний относительно того, что, вот, там, меня недооценили, или, вот, там, э, я не получила того, что хотела, или, там, что-то ещё. Ну, вот. Надеюсь, это понятно. А, на этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. А, если у вас остались, э, дополнительные вопросы, вы можете, э, задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Э, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...